Умаг Кроме того, стоит добавить, что ценители хороших вин найдут здесь прекрасного качества местные напитки, а любители хорошо поесть придут в восторг от блюд из свежайших морепродуктов и овощей, которые выращены в ближайших фермерских хозяйствах. Также Умаг известен шумной ночной жизнью, разнообразием культурных событий и местом проведения международного теннисного турнира Croatia Open. Город находится прямо у небольшой бухты, занимая узкий полуостров. Добраться сюда можно самолетом, выбрав аэропорт города Пула, на которого всего 82 километра. Ролик об этом курортном городе, где мы останавливались на три дня, уже вышел на нашем канале. Хорошие дороги связывают Умаг почти со всеми городами, которые расположены на полуострове Истрия и имеют выход к морскому побережью. Мы приехали в Хорватию на машине из Молдавии и в Умаге остановились на сутки по пути в Венецию. Обо всех городах, в которых мы останавливались в дороге, на нашем канале также готовятся сюжеты. Гостиничный комплекс, в котором мы остановились, называется Стелла Марис. Он занимает огромную территорию к северу от города и включает в себя отель, коттеджи, парковки, кафе, несколько пляжей, парковую зону и теннисные корты. Двухкомнатный номер на четверых в сентябре нам обошелся здесь около 45 евро за сутки. Узнать актуальные цены на жилье в Умаге вы можете по ссылкам в описании ролика. Национальные блюда в Умаге готовят везде. Больше всего здешний колорит чувствуется в тавернах, где готовят домашние блюда. Обед или ужин в таких заведениях стоит от 150 до 250 хорватских кун. Это примерно 20-30 евро на двоих. Древняя история гласит, что свое название Умаг получил от слова «маг», которое у кельтов обозначало плодородную землю. Это соответствует и сегодняшней действительности, потому как навряд ли где-нибудь можно попробовать настолько вкусные фрукты, овощи, ароматное оливковое масло и прекрасные вина, которые послужат как прекрасное дополнение к блюдам из только что пойманной рыбы. Давным-давно такие плодородные земли были облюбованы римской знатью. Тут для себя римляне возводили вины, поражавшие своей роскошью. На некоторые из них можно посмотреть и в настоящее время. Еще одним из поводов особой гордости Умага стали его древние замки, башни, богатейшие венецианские дома и небольшие церкви. Впрочем, город славится не одной историей, но и активной современной жизнью. В большинстве случаев туристы едут в Умаг за чистым морем и жарким солнцем. Поэтому главный вопрос возникающий у всех, кто собирается сюда впервые, какие тут есть пляжи. В большинстве своем они высланы бетонными плитами либо каменистые, хотя здесь есть несколько вариантов пляжей, где присутствует песок. К примеру, на пляже под названием Полинезия, отмеченным наградой «Голубой флаг за чистоту и порядок», имеется все необходимое для отдыха с детьми. Речь идет о детской игровой площадке и спорткомплексе. Пляж Лагуна Стелла Морис, где остановились мы, отмечен такой же наградой и находится в лагуне всего в трех километрах от центральной части Умага. Песчаную бухту окружает лес из сосен. Тут можно плавать, принимать солнечные ванны. Буквально над водой нависает ресторан Лагуна. Поблизости много баров и кафе, парк аттракционов, включающий плавучий городок для детей. Неподалеку располагается стадион, на кортах которого разыгрываются теннисные баталии мирового уровня. Любителей ночной жизни в Умаге тоже ждет раздолье. Музыка звучит на открытых террасах, которые есть в ресторанах и кафе. Молодое поколение отрывается на дискотеках. Отдыхающие постарше тоже могут найти себе развлечения в виде концертов и спектаклей. Словом, адриатическая ночь дает множество вариантов полного расслабления для любого туриста, независимо от того, сколько ему лет. Поэтому на улочках Умага можно встретить много пожилых туристов. Знакомиться с Умагом следует с той его части, которая называется Старым Городом. Тут можно полюбоваться венецианскими виллами, сторожевыми башнями, крепостными стенами, но в первую очередь это относится к живописным узким улочкам. Кроме того, можно отправиться в музей, который находится в одной из средневековых башен. Тут демонстрируется внушительная коллекция антикварных предметов и работы художников современности. Неподалеку от города во время отлива видны руины замка Сипар, который существовал в пятом веке. Как вариант, можно спланировать поездку к проведению одного из фестивалей. Так, в июле-августе по традиции проводят Сипамайя Вива, который воссоздает времена античности. Два дня можно на себе ощутить, как жили в те времена, когда полуостров находился под властью Рима. Для тех, кто едет отдыхать активно, в Умаге предполагается много вариантов для досуга. Начиная от теннисных кортов, которых в городе почти сотня, до серфинга и парусного спорта. Также можно порекомендовать посещение центра водных видов спорта, который находится в Которо. Вы посмотрели один из наших сюжетов о Хорватии. Чтобы всегда быть в курсе наших новых поездок, заходите к нам на сайт и страницы в социальных сетях. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, нажав кнопку под роликом. Там же есть колокольчик, нажав который вы будете получать уведомления о наших новых сюжетах. Это был канал Взял и Поехал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok